После того, как хлебокомбинат перешел в госсобственность, он получил государственную поддержку. Например, стоимость энергоресурсов для предприятия значительно снизилась. Вместе с этим появились и новые рынки сбыта. Ситуация изменилась в корне. Нам дополнительно закреплены два района. Мы обслуживали всех бюджетников двух районов, Рубницкий и Каменский. В данный момент мы уже обслуживаем Региревопольский и Дубосарский. То есть это способствует увеличению объема производства. Серьезная проблема хлебокомбината – старый автопарк. Износ составляет 70%. Этот вопрос также решается с помощью государства. Достигнута договоренность, что предприятие получит кредит. И, по словам директора, уже в следующем месяце Рыбницкий хлеб будут развозить на новом транспорте. Как ожидается, это также позволит увеличить объемы, благодаря поставкам не только в государственные, но и в частные организации. Есть практически двойное увеличение, когда только я пришел на завод. Но перспектива у нас есть резервы, мы можем увеличить объемы. Сейчас заканчиваем своими силами ремонт косметический, чтобы можно было получить какие-то дополнительные возможности реализовать даже на экспорт. Большие надежды здесь связывают с выпуском кондитерских изделий и другими видами деятельности. Сейчас в сутки выпускают 300 килограммов сладостей. В ближайшие месяцы планируют выпускать по 800. Наш бизнес-план этот год рассчитан именно на создание рентабельных производств. При увеличении дополнительных производств, при решении того, что мы планируем, я думаю, что где-то порядка, ну, человек 15-20 мы добавим. Оклады у работников небольшие, зато вдвое сокращены долги по зарплате, говорит директор. По его словам, задолженность сохраняется из-за расширения географии поставок хлеба. Владимир Сычев поясняет, с некоторыми районами еще не отлажена система расчетов. Но текущие проблемы не повлияли на планы предприятия. Степан Бугаев, Юрий Прошичев, Первый Приднестровский. Субтитры создавал DimaTorzok